Всем привет, дорогие друзья! С вами Спектр и это рубрика экспериментов GTA Vice City. Я знаю, что вы ждали и наконец-то она, друзья, возвращается. Итак, я брал небольшой перерывчик для того, чтобы постримить для вас GTA Vice City, которая была успешно мною пройдена и полное прохождение этой игры вы увидите на канале через некоторое время. Возможно, когда вы смотрите этот видеоролик, оно уже вышло, но тем не менее вы можете опять же с этим прохождением ознакомиться. Итак, друзья, у нас сегодня в рубрике эксперименты будет с вами то, на что вы меня подталкивали очень много времени. Купи, 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 пожалуйста! Хорошо, друзья, я покупаю по вашим же просьбам киностудию и в ней мы будем тестить 4 миссии, которые будут нам предоставлены. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк на этот видеоролик. Давайте наберем 100 лайков, как обычно. Мы же можем 100 лайков набрать, друзья, 100! Это немного, и я уверен, что мы это сможем с вами сделать. А также, друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы новый на данном канале. Итак, друзья, давайте с вами погнали на эту самую киностудию, посмотрим, сколько она стоит. Если не ошибаюсь, она стоит 60 тысяч долларов. И, собственно говоря, у нас еще помимо всего этого есть одна телефонная миссия и есть одна миссия на Филла Кэссиди. Итак, давайте с вами забираемся сюда и берем киностудию. Фильм-студио Пюрчейст. 60 тысяч долларов она стоит, друзья. Итак, сохраняться. А, ладно, я потом сохранюсь сам. Кстати, если вы знали или нет, то на киностудии находится один спрятанный пакетик, а также в следующем же ангаре, или как его называть, я не знаю точно, находится М4. Если не ошибаюсь, здесь находится, конечно, еще один спрятанный пакетик, но все-таки давайте, мы не за этим сюда пришли, да? Про спрятанные пакетики, друзья, я еще поговорю с вами в ГТВ-сити. А у нас с вами первая миссия, которая называется... Рекруйтмент драйв. Знаете, не надо тут мне про члены рассказывать. Это очень и очень познавательный видеоролик. Итак, нам нужно для начала найти себе актрис на нашу, соответственно, новую новиночку в индустрии фильмов. И, соответственно, первая, кто у нас появится, извините за тавтологию, кстати, в самом начале, это будет Кэнди Сакс. Мы ее видели на миссии вечеринка, если вы помните или нет. Она там была с конгрессменом Алексом Шрабом. Если, кстати, не ошибаюсь, кто такие конгрессмены, это люди, которые баллотируются в депутаты. Ну, что-то типа того, не знаю, баллотируются в депутаты, не знаю, можно или нет, но что-то типа того. Он хочет стать, может быть, даже мэром в Вайс-Сити, кто его знает на самом деле. Итак, друзья, здесь у нас находится еще один спрятанный пакетик. Я, кстати, не знаю, зачем я бросил там автомобиль. Сейчас за ним по-быстрому вернусь. И самое следующее, главное, что я хотел бы вам сказать, опять же, тавтология какая-то. Господи, я несу тут хренька обычно. Вы мне предлагали протестить здесь один вариант развития событий. По сути, здесь действительно тестировать-то особо нечего в этой миссии. Разве что два варианта. Итак, первый вариант, который просили именно вы, а я считаю каждый комментарий, друзья. Что будет, если проследить за сутенером Кэнди Сакс? Для начала я хочу протестить немного другую вещь. Что будет, если взорвать его автомобиль до его приезда? Соответственно, мы сюда встаем. Биг Бэнк. Мы взрываем его лимузин. Так. Там было написано то, что Кэнди Сакс только что уходит от своего конгрессмена Алекса Шраба, да? И вот нужно было бы с ней поговорить. Как видите, мы опять, друзья, сломали игру, потому что ничего абсолютно не происходит. Как и в миссии с... Сейчас скажу, подождите. Как она называлась? Как в миссии пушечное мясо. Да, когда я подорвал такси и из него не успели выйти кубинцы. Друзья, давайте, я перезапущу GTA Vice City, и мы с вами проверим уже следующий вариант. Итак, друзья, я снова подъезжаю к этому самому месту. Теперь давайте будем следить за сутенером Кэнди. Так, автомобиль я поставлю здесь. Кстати, надеюсь, он не исчезнет у меня. Так. Давайте встаем на отметку. Угу. Ага, вот она. Кэнди, я смотрю на фильмов талант. Ты интересен? Конечно. Погнали. Автомобиль у нас переместили сюда. Ничего с этим не поделаешь, к сожалению. Ну и давайте теперь следить за этим самым сутенером, который сваливает от нас. Если его потерять, соответственно, ничего не произойдет. Я так полагаю, так как за ним ездить можно. И он снова высадил своих перцев. Я не знаю, откуда эти-то тут взялись, но это не есть хорошо на самом деле. Так, давайте починим наш автомобиль. И продолжаем погоню за этим самым чуваком. Если он так и будет высаживать для нас троицу своих чуваков... Да ладно. Постоянно. Постоянно какие-то новые чуваки в его автомобиле. То есть они резаются там, понимаете? Как только мы отъезжаем на некоторое время, да, срабатывает какой-то скрипт. И, соответственно, оттуда выходят чуваки. Что-то плохо у нашего сутенера. А можно его из тачки вообще выгнать, кстати? Да, давайте посмотрим, что он дальше будет делать. Мне аж интересно стало. Если... А, ну оружие появилось, значит, соответственно... Нет, смотри-ка, он продолжает гнать. Давай мы ему поможем. Слушай, сейчас я его вытащу, да? Вот так вот, да, машину ему отгоню. Чувак, давай залази в нее. И продолжай ехать. Да, реально, продолжай. А я заберу байка тут. Понятно, ничего я не заберу, короче. О! Воу! 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 Вот это бред. Ну, этот чувак опять врезался, как мы видим. Да, он опять в столб вмазался. Короче, я так понимаю, у него нету никакого пункта назначения. Потому что однажды я за ним ездил, и он поехал в сторону маленького Гаити. На этот раз он вообще ничего не делает. Посмотри на него. Не. Он вообще ничего не делает. Серьезно вам говорю, ребята. Я застрял в полицейском. Это было круто. Давай, я помогу. О! Я только что мента... Да, я мента только что задавил, подвинув автомобиль. Чувак, ты главное гони. Я же все сделаю. Так. В общем-то... Он продолжает ехать в какое-то неизвестное направление. Вот здесь он зачем-то срезал. Я не знаю. Он опять возвращается обратно. Нет, друзья. Он так и будет, походу, здесь гонять. Серьезно. Короче, у него нету никакого пункта назначения, как мы видим. Потому что он просто ездит кругами и сбивает все подряд. Получается, игра сама хочет, чтобы мы этого сутенера пришлепнули. И там, кстати, у него еще люди появились неожиданно. Давайте его выгонять отсюда. Go back and collect candy. Погнали теперь за самой Кэнди. Больше нам с этим сутенером ее делать нечего. Она его просто лишилась. И теперь работодателем Кэнди становится Томми Версетти, как вы понимаете. Следующее, конечно, что можно протестить. Подождите. Ничего нельзя протестить, понимаете? А нет, можно одну вещь. Знаете, я тут подумал, только что прикинул. Давайте прикинем, возможно ли приехать в ту самую пиццерию, где находится Мерседес, до того, как мы сюда поедем по заданию. Давайте сейчас это проверим, действительно ли она находится здесь. И я думаю, в этой миссии мне больше тестировать будет вообще нечего. Серьезно вам говорю. Так, вот здесь вот мы должны будем взять Мерседес. Давайте зайдем в пиццерию. И ее здесь нету, конечно же. Ну, если честно, я не удивлен. То, что здесь не оказалось. Это был вполне ожидаемый исход. Конечно же, она появляется с помощью скрипта, который возникает, когда мы подбираем с вами Кэнди. Также хочется сказать, что если мы приедем на двухдверной машине, в машине, в двуверном автомобиле, в пиццерию, то, соответственно, она не сможет к нам сесть. Нам покажут надпись, то, что вам нужна четырехместная машина, чтобы взять их всех с собой. И, соответственно, больше в этой миссии тестировать нечего. И она останется у нас уже просто для того, чтобы мы ее с вами закончили. Ну что, давайте мы ее, значит, забираем сейчас. Вот и все. Соответственно, она садится. Тейк Кэнди. Ага, и приведите ее к Мерседесу. Ну что ж, друзья, нам больше... Кстати, еще одна маленькая справочка для вас, если вы знали. Нет. Кэнди Сакс озвучивала... Самая популярная, что ли... Как можно сказать? Самая популярная в те годы порноактриса Джена Джеймсон, если я не ошибаюсь. Я знаю, что вы уже пошли смотреть с ней фильмы. Ну, а я ничего против этого, конечно же, не имею. Разработчики, то есть Рокстар, решили отдать озвучку порноактрисе, соответственно, порноактрисе. Вот так вот это сделано было. И, соответственно, я возвращаюсь на киностудию, а мы с вами увидимся уже в следующем видеоролике, услышимся, увидимся, который появится на канале в ближайшее время. И когда Мерседес поймет, как выйти из пиццерии, и у нее пройдет синдром ДЦП, ага, и она вот залезет сюда. Я с вами уже попрощаюсь. Ну что, друзья, всем спасибо за внимание, спасибо за ваш лайк, спасибо за просмотр. Всем удачного дня и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...